Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует Баланс ТВ и ведущая Королева Элина. В рамках цикла передач о людях, которые меняют мир, сегодня у нас есть возможность познакомиться с интересной, талантливой и самобытной группой «Мистер Бенниш». Позвольте мне вам их представить. Итак, Халак Салаев, бас-гитарист и лидер группы «Мистер Бенниш». Здравствуйте. И Сергей Банов, гитарист-клавишник. Здравствуйте. Пролейте, пожалуйста, свет, внесите ясность, кто такой «Мистер Бенниш». Да, «Мистер Бенниш» — это такой персонаж, был такой сериал американский «Скользящие». Он рассказывает о том, как четыре персонажа, они путешествуют по параллельным мирам. Там студент, профессор, девушка и случайный певец, которого там тоже засосало в портал этот. И они оказываются в параллельных мирах, где встречают сами себя. То есть, но немножко их жизнь там сложилась по-другому, потому что в этом мире там то и то что-то отличается от нашего. И везде у них, так сказать, везде они разные. Это мифический персонаж, насколько я понимаю? Нет, вот они встречают в каждом мире человека, мистер Бенниш. В нашем мире это студент, который учится с главным героем. В другом мире он гений. В следующем мире он клерк в банке. Халак, а чем он так вас вдохновил? Что вы даже решили группу назвать в его честь? Нам показалось, что наша жизнь тоже вот такая, все время, так сказать, разная. Все время она по каким-то идет таким. И зависит от того, что от каждого поступка совершенного может повернуть либо в одну, либо в другую сторону. То, чтобы прямо наглядно было видно. То, что в одном мире он там гениальный ученый, там изобретатель, там чуть ли не атомной бомбы. А у второго он там бестолковый студент, который на урок слушает во время лекции музыку. Вот, параллель и прочее. Одна и та же личность. Да, в принципе, в плане генетики, физиологии человек один и тот же. То есть у вас впечатлила важность поступков, которые влияют на все будущее? Ну вот. Да. Мы сегодня с вами еще поговорим об этом. Это очень интересная тема. Но прежде я для начала хотела бы вас еще спросить. А что у вас вообще как коллектив? Я знаю, сегодня один участник вашего коллектива, к сожалению, не присутствует. Да, Сережа Кефак, к сожалению, заболел. И мы сегодня вдвоем. Да, вот что вас объединяет еще помимо музыки? Помимо музыки, наверное, нас больше ничего не объединяет. Потому что мы живем каждый, наверное, своей какой-то жизнью. И когда встречаемся втроем, вот эти свои ощущения стараемся выразить. В такое вот, в творчество. Трех человек. То есть коллектив у вас только, да. Только он нам на закона. Ну а сама жизнь так же получается. Что ты как бы живешь, и у тебя как бы все, каждое твое действие подразумевает как бы подсознание, что для того, чтобы где-то это можно использовать в группе, где-то это в тексте какой-то. Либо там какой-то, ну в техническом плане это может быть полезно группе. Потому что вот как бы параллельно всегда идет. Неважно, чем ты занимаешься. Вот. Объединяет нас музыка. Ну какие-то концерты, поездки там и так далее. Ваша общая деятельность. Это даже не деятельность. Это какое-то вот наше... Как бы это сказать? Как это сказать? То, что мы чувствуем. Вот мы передаем, так сказать, музыке. И нам втроем удобно и комфортно это делать. Вот когда мы втроем, например, я там приношу, говорю, смотрите, какой кусочек у меня есть, там текстовой, допустим. Серега начинает, о, а у меня там родилось там что-то такое. Все это складывается, как что-то появляется. Вот это вот результат нашей деятельности втроем. Ну, я думаю, вас еще бесспорно объединяет то, что вы очень талантливые люди. Ой, спасибо. Правда, Жанна? И предвосхищаемый следующий вопрос. Я хотела бы вас спросить, как вы думаете вообще, вот что такое талант? Почему вот некоторым дается талант, кому-то не дается талант? Вот что вот это для вас такое? Сергей Юрьевич? Мне кажется, талант дается всем. Просто талант это у нас просто принято. Талантливый музыкант, талантливый строитель. Просто, мне кажется, как бы это то ли не... Там родители не уследили, может там как-то судьба им туда повернула. И вот то течение в русло, в которое он мог бы развить свой талант и как бы стать в этом, скажем, профи, да? Он как раз развернулся в противоположную сторону, и талант у него исчез. Нет, ну, есть факт, что, допустим, музыкальный талант, он дается не всем. Это точно. Даже как развивая, не развивая, могу даже на собственном примере сказать. Нет, я говорю, что не обязательно какой-то талант, в любом, не обязательно искать. Не обязательно музыкальный, все равно, да. Может, ну, хороший художник был вообще, родился, а его там куда-то там... Там с детства на пианино посадили, он там, бедный мальчик, мучился, мучился. В итоге забросил вообще все искусство и пошел там заниматься какой-нибудь... Экономикой. Экономикой, да, в итоге стал плохим экономистом и никаким художником. То есть вы считаете, что все люди изначально талантливы, но каждый по-своему? Да. Я помню, помните, такой у Экзепери есть рассказ, не помню в чем сюжет, но он заканчивается тем, что он едет в поезде, и едет семья с ребенком, какие-то они то ли торговцы зеленью, то ли там что-то, и с ними ребенок, он смотрит на него и видит, что это прям вот, ну, ангел такой. И пишет, что я подумал, как страшно, что в каждом из нас, возможно, убит Моцарт. То есть в каждом человеке есть вот это вот. С годами, с какими-то событиями жизненными, это, возможно, закрываются эти просто вещи. Тематично, да, спасибо. Ну, тогда еще вот такой вопрос у меня будет. А как тогда талант дается? Это что? Это кто-то вам дает этот талант, или это какая-то природная черта? Да, вот как вы могли бы это определить? Вот кто вам дал ваш талант? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вы в тупик нас вот сейчас вот? Ну, у меня как бы было вот в этом плане попроще. У нас просто, у меня есть младший брат, он помладше меня где-то на полтора года. И вот, получается, у нас в первый класс, когда он пошел, и он как бы прям настойчиво говорит, я хочу пойти в музыкальную школу. Я говорю, про меня даже разговоры не было, я говорю, я не хотел. Мне было неинтересно было в том возрасте, как бы там, в третий класс, какие там музыкальные школы. Ну, ему вот купили фортепиано, отправили музыкальную школу, он там ходил. Вот он семь лет там, пока учился, там все дома с ума сходили, эти крики постоянные, там эти гаммы ужасы. Потому что там через два года он сказал, что я никуда не буду больше ходить. Ему сказали, раз ты сказал сам, поэтому извини, закончи, а дальше делай, что хочешь. И вот, семь лет он как бы, вот, как на каторгу, эта школа. А я просто, ну, стоит дом фортепиано, я как бы садился, и у меня какие-то... Сною удовольствие. Играл свое удовольствие, да. Я не знаю там, ни ноты, вообще не знаю, как все это дело работает. Какие-то небольшие произведения там сочинял, записывал на магнитофон, у меня была возможность небольшой. И потом в классе в пятом, как раз у нас в музыкальной школе открыли, ну, класс, скажем так, по баяну. И у меня родители говорят, ну, вот, раз фортепиано, как бы, не хочешь попробовать, то да. Я говорю, ну, почему бы нет? В принципе, я был не против. И вот пошел к своим парням, уже не по классу в фортепиано, а по классу в баяну. И закончил пять лет, потом еще дополнительный, я просто год оставался, я еще на фортепиано ходил. И как бы поступил потом в училище, и вот, не жалею вот этим. Но вы рассказываете о том, как вы используете свой талант. Нет, как вот я к нему пришел. Вы или там ваш брат, а изначально-то вот, кто вам подал? Это природная способность или нет? Да, это природная способность. Скорее всего, да. Ну, вы подумайте, вот как раз вам интересный вопрос в дальнейшем для размышления. Смотрите, талант, по сути, это такая ценность, которая дается человеку, если, конечно, его уметь. Иногда это мучительная, так сказать, вещь, потому что не оставляет ни на минуту там, то есть все время какие-то строчки в голове кружат, крутятся все время, что-то это там. Иногда я думаю, господи. Уж такая участь талантливого человека. Спать, 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 спать хочу. Никуда даже не денишься. Нет, нет, не спать, да. Вот если вот мы сейчас с вами немножечко пофантазируем и представим, что вот талант, который дается человеку, это, допустим, некая такая корзина с золотом. Вот она вот вам дана. Вот как вы считаете лучше всего и правильнее распорядиться этим талантом? Ведь все распоряжаются талантом по-разному. Хороший вопрос. У меня все вопросы хорошие. Мы, собственно, говорили чуть-чуть раньше, что, так сказать, надо двигаться в этом направлении. То, куда зовет тебя сердце, то есть несмотря ни на что, продолжать двигаться в этом направлении. Вот. И тогда этот талант, он становится больше и больше. Если у тебя есть, как говорится, возможность помочь, как бы, вот, там, так сказать, ну, там, не детям, там, ну, как бы, младшим, так сказать, своим собратьям, да, то почему бы не поделиться этим, как бы, талантом, тем же, что там говорят, золотом, да, с ними, чтобы у них, может быть, на фоне этого. Это вы об ученичестве, да, каком-то неком говорите? Ну, как бы, да. Хорошо. Ну, наверное, в основном талант для зрителей, да, предназначен? Вы делитесь своим творчеством для зрителей или же все-таки вы творите для себя? Потому что, потому что невозможно, невозможно, ну, как сказать, творить для зрителя, не для себя, это будет неправда, ненастоящая. Это, это, это потребность, то есть, ты это делаешь, когда и не понимаешь, для кого это, для зрителей, для себя, там, ну, как бы, потом, когда у тебя что-то получилось, ты думаешь, ух ты, вот это хорошо, там, вот это, и уже, как бы, вот это хорошо ты показываешь зрителям. Выбор будет... То есть у вас это первоначально не как социальный заказ, вы это делаете, потому что не можете не делать? Да, 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 да. Ваш талант, ваше творчество, оно все равно что-то приносит зрителю, оно что-то дает. Вот какие вот вы эмоции хотите дать зрителю вашими композициями? Что это носит, какую-то серьезную смысловую нагрузку или ваша музыка имеет развлекательный характер? Вот что вы отдаете вашим поклонникам? Скорее рассказ о том, что мы сами чувствуем и о чем думаем. То есть это как поделиться частью души своей. Вот, наверное, вот так вот это. Это не развлекаловка все-таки, наверное, да? Да, это больше глубокий такой смысл и в текстах, и как бы стараемся в музыке это делать. И опять же, смотря, ну как, зависит все равно от слушателя. То есть для одного там одна песня как бы пройдет и даже не затронет его, а другой человек скажет, блин, вот она моя песня. Да потому что... Спасибо, вот я себя в ней нашел, я вижу эту песню самого себя, и как бы вот она отражает просто все мои поступки, там все мои мысли, скажем так. А состояния бывают разные. Бывает там, когда ты в глубокой вообще депрессии какой-то, или наоборот в гармонии находишься со всем миром. И песни получаются разными. То есть мы, как сказать, не ждем момента, когда ты будешь в полной гармонии, чтобы об этом рассказать. То есть даже каких-то, когда тебе плохо, то есть об этом тоже надо петь. Потому что... Потому что жизнь, она... Да, потому что жизнь, она... Всегда только светлая, да. А у меня вот созрел такой вот вопрос. То есть, по сути, вы делитесь своими эмоциями, своими чувствами. А вот если, как вы сказали, ваши чувства имеют негативный какой-то характер, вот зрителю нужны негативные эмоции? Вот как вы вот это вот определяете? Ну, негативные, агрессивно негативные, я не знаю, мы стараемся избегать, как бы, вот таких. А негативные, ну, вот депрессивные какие-то там и какие-то вещи. Но об этом надо говорить, потому что есть свет и тьма, как бы, надо понимать, что... Не знаешь, что говорить. Сейчас ты находишься... Прыгать так на полянке с цветочком в руке постоянно, то есть, это, опять же, будет неправда и обман будет, соответственно. А когда вот у тебя, ты говоришь, вот, ребята, было так, там, вот, прошел какой-то период, нас стало сейчас так. Так, человек понимает, что... Мы даже, когда вот записываем песни, и потом проходит время, мы понимаем, что мы чувствовали в этот момент, потому что, как бы, их слушаешь уже, ну, то есть, как ты их родил уже, они самостоятельные жизни уже, вот, ты слушаешь и понимаешь, а, вот, вот, оказывается, что, что со мной происходило тогда. И это дает возможность как-то развиваться. Это как фотографии, когда старый фотоальбом берешь, смотришь, ой, вот какой я тут тогда был. Тут только фотографии души, наверное, да. И тут вот, как бы, можно такую небольшую параллельку провести вот с этим. Вот смотрите, вы вообще имеете своих слушателей, вы имеете огромное количество поклонников, проводите замечательные концерты. И, по сути, вот, ваше творчество является неким инструментом, которым вы воздействуете на массу людей, на массу слушателей. Вот, вы вообще чувствуете ответственность в этом процессе своего творчества? Хороший вопрос. Ну, в последнее время уже, она все больше ощущается за ответственность. То есть, это такой, знаешь, подходит, как бы, вот, если там, какие там, ну, год три назад, там, как одеться на концертах, да как хочешь, там, типа, вот, так вот, если взять, так вот, даже вот бытовой, такие, скажем, моменты, так, сейчас вот мы, как бы, уже более подходим. То есть, изначально ответственность не ощущалась? Ну, все равно более такого, вот, как бы, для себя все это было. Я даже думаю, что в момент создания произведения не нужно думать ни о какой ответственности. Нет, когда создание, про это да. То есть, то, что идет из тебя, то и должно идти. У нас это пойдет, идет потом на этапе, когда уже формирование, когда уже само альбома, то есть, у нас, например, 30 песен, да, но мы, как бы, ну, мы не показываем все там 30, скажем так, песен. Мы берем там 11-15. Весь мусор выкидываем и пытаемся, так сказать, сохранить. То есть, вы все-таки, Ольбе, вы как-то заботитесь о текстах? Ну, конечно. Конечно. Старайтесь, да, каждое слово ставите в песне. Ну, мы следим за каждым словом. Вот, поэтому, наверное, у нас песни такие разные, и разным людям, вот это тоже интересно, нравятся разные наши песни. Там кто-то говорит, ой, вот это такая песня, так вот прям про меня, там, а кто-то говорит, ой. Причем людям совершенно разные почему-то, да. А есть у вас, возможно, какие-то песни, которые носят какой-то воспитательный характер? Вы никогда такой задачи перед собой не ставили? Я не думаю, что задача, ну, как же творчество должно воспитывать. Нет, оно может воспитывать как раз наоборот. Ну, то есть, ты поешь о чем-то мрачном, человек понимает, ой, я так не хочу. То есть, в этом смысле. Ну, слушают вас, вы же воздействуете на их сознание через слух, они впитывают ваши песни. Можно очень даже воспитать, заложить какую-то черту даже в человеке, чтобы сформировать. Это же не, как сказать, ну, если бы мы считали, что это должно быть так, так и так. Мы бы просто написали там, да, какую-то бумажку. У нас было все одно и то же, раз, два, три, три, как-то. Ты же с песней, с песней, из альбома в альбом. Я думаю, это было бы, ну, не знаю, ну, не то, что даже самим, самим был бы точно, однозначно интересен. У вас прослушатели уже и подавно. Да, все-таки это, наверное, вот в моем понимании, так сказать, в творчестве нельзя ставить задачи таких, воспитать. Даже не так, никаких. То есть, начиная писать, ты, в принципе, и сам не знаешь, о чем это дальше будет. Вот так вот, и оно само тебя будет. Вы себе такие задачи не ставите, то есть вы транслируете свои эмоции, свое душевное состояние. Ведь помимо того, что зрители слушают текст, они еще берут пример всегда с артистов. Тот, кто находится на сцене, кого можно увидеть на экране, является образцом для подражания, примером. А вы вообще чувствуете себя образцами для подражания? Ну, в каких целях, может, да. Сейчас мы еще добьемся от товарища нашего, лидера вокалистов, он скоро обещался бросить курить и станет практически идеальным человеком. Ну, пожелаем ему удачи в нелегком пути. Так что, я думаю, будет просто. В этом плане, да. Потому что здоровый образ жизни, я считаю, что это очень хорошо. Такое, ну, в песнях это, как бы, показать, тоже получается такое, как бы, написать специальную песню, чтобы, там, ну, там, человек, там, занялся, скажем, спортом. Ну, это нельзя. Это будет, опять же, искусственное, как бы, чуть-чуть не настоящее. Я думаю, что мы можем быть примером в том, что мы продолжаем, как начали мы заниматься музыкой, мы продолжаем этим заниматься. И вот этим, то есть, если человек что-то любит, да. Вердый своему делу и совершенствует его. Да, и он идет, как бы, даже не к цели, он просто совершенствует себя на этом, через профессию, скажем так, да. Нет, опять не так. Просто, ну, для нас музыка, это не просто, там, ноты, да, скажем, или не просто, там, на сцене, там, пример для кого-то или что-то. Это какой-то некий путь, все равно, который, благодаря которому мы развиваемся. Вот так, я бы сказал. В этом смысле, наверное, можно, можем быть примерами. Ну, да. А давайте вот сейчас немножечко еще с вами пофантазируем. Вот как вы вообще думаете, вот какими качествами должен обрадать человек на сцене, на экране телевизоров, чтобы с него брали пример? Вот на примере нашей современной эстрады. Ой, ужас. На примере нашей эстрады я даже не стал, не стал, не стал, примерно, как, если честно, проводить. Да и вообще, вот, цивилизация, которая, так сказать, несет вот эти каноны, красоты, там, штампы, вот эти вот. Европейские ценности, вот это особенно сейчас, нас очень любят слово это показать. Довольно странно. Ну, я больше говорю там не о канонах, красоте, о штампах, а именно о нравственных аспектах, каких-то вот этических. Вот как вы думаете, какие нужно включить вот хорошие черты характера в репертуар людей, которых мы видим с экрана? Тут это все очевидно, по-моему, там, что касается честности, понимания, что такое любовь, там, и так далее, не, не, то есть это внутренние, если качество. А внешнее, вот, смотрите, я помню, у Ван Гога есть такая вещь, где он говорит, что для меня, там, горбатый человек, как для художника, интереснее, чем совершенный какой-то человек. То есть есть какие-то, кто это говорил, Оскар Уальд говорил, там, красота в глазах смотрящего, да? То есть человек смотрит и видит эту красоту, и, соответственно, через свои произведения он продолжает ее, там, излучать. А скажите, пожалуйста, вообще, с кого бы вы сами брали пример? Вот когда вас, возможно, росли, когда формировались, возможно, в процессе вашего творчества, вот, есть у вас какие-то, вот, в вашем сердце, в вашей душе люди, которые являлись для вас примерами, эталонами для подражания? И, может быть, даже именно не в музыкальной сфере, а именно, вот, воспитание вас как личности, именно в нравственной сфере. Кого вы можете вспомнить, назвать? Поделитесь, пожалуйста. Пушкина, например, я могу назвать, который я прочитал, когда книгу Вересаева «Пушкин в жизни». Там, в хронологическом порядке, все там, дневник Пушкина, например, потом тоже события, там, дневник другого человека, и так далее, и так далее, и выстраивается прямо картинка, что это было за человек. Я после этой книги перечитал всего Пушкина, как-то он прям потряс меня. Ну, Дисней, например, вот, мультипликатор, который, особенно ранние его совсем, вот, черно-белые, помните, там, 20-х годов, мультфильмы, короткометражки. Мультфильмы? Тоже, да. Или автобиографии его? Нет, вот, как вы, вы спрашиваете, какие личности там повлияют, Чаплин, например, очень люблю Чаплина, там, ну, из музыки, там, из рок-музыки, Битлз мне нравится, что они начали, как, такая, бойс-группа, но при этом не остались в рамках этого, а развивались. Да, это много, на самом деле, очень много, если там перечислять, очень много, кто, кто повлиял. Спасибо, Сергей. Ну, вот, опять же, что касается, там, если музыкального, там, контента, что-то, чтобы таких вот, чтобы взять гитару и сыграть то, что он сыграл, у меня такого никогда не было. То, что я вот, о, вот это мне нравится, я могу слушать, но, чтобы взять и сыграть так же, как, там, то-то или то-то, вот, я хочу повторить это, чтобы у меня такого никогда не было. не было. А что касается каких-то вот именно нравственных, то это, скорее всего, мой дедушка, который давно уже нет живых, но вот я думаю, что он очень многое дал в плане воспитания. Прекрасно. Еще тогда у меня к вам один вопрос. Скажите, есть ли у вашего творчества какие-то рамки? Вот вы определяете для себя, что для вас, допустим, категорически запрещено, что для вас неприемлемо. Какие эти рамки? Кто их устанавливает? Ну, это опять же, там, вот, помните, я не помню, кто там откусывал голову птицы на сцене. Или Скупер, или... Ну, вот какие-то такие вещи, это совершенно для нас там неприемлемые. Для того, чтобы шоу, для того, чтобы, я не знаю, там, брызги крови там повсюду были. И это как-то... Ну, какие-то, видимо... Такой экстремальный вариант называли. Да, да, да. Ну, вот это совершенно точно нет. Ну, и какие-то, я не знаю, все вот стандартные вот эти вот нормы, наверное, которые в понимании, там, по поводу заповедей, там, и так далее. Вот все они, если что-то противоречит этому, мы этого не будем делать ни в творчестве, ни на сцене. Это будет, как бы, для нас противоестественно, и нам это не нужно будет. У нас это даже не получится специально сделать, скажем даже так. То есть вы против насилия, и чтобы все совпадало с заповедями? Чтобы была гармония у нас внутри, и то, что мы делаем. И то, что мы совпадало, то, что мы делаем, с тем, что мы чувствуем. То есть вы нормы определяете своим внутренним ощущением? Ну да, скорее всего, да. Но я думаю, что... Или больше заповедей? Ну, мы все люди, я думаю, цивилизационно, так сказать, христианско, исламско, вот эти вот культуры. Все, в принципе, все религии говорят об одном и том же. То есть все вот эти вещи в нас есть. То есть если брать, например, там, древнюю Грецию, да, предположим, я вот об этом думал. Там у них же был и гомосексуализм, там, и педофилия, и все это было там нормой, скажем. Почему для нас это как-то смотрится каким-то противоестественным? Потому что в нас уже каким-то образом, не знаю, на генетическом уровне или каким-то образом в нас заложены вот эти вот вещи. Правильные понятия, что семья, вот, там, какие-то... Да, не убей, не укради, там, ну, как бы, прели бы деяние, там, и так далее. Ну, какие-то такие вещи. А кто основа, кто закладывал все вот это вот? Кто закладывал? Кто источник, что это? Семья, государство, вот что вы определяете? Откуда вот идет вот этот вот главный источник культуры? Откуда источник? Да. Ну, первый, наверное, это, конечно, семья. Это изначально. Потом уже постепенно школы, и уже дальше круг общения с кем-то, определяешься, с кем-то уже общаясь. Вот это все. То есть, как, получается, семья не усмотрела, где-то там в школьне углядели, получается, там, круг общения у человека не очень хороший. И, соответственно, компания там. А если все идет по порядку, как в гармонию в семье, там все воспитание... У нас есть в песне строчка «Источник в сердце твоем». Ну, то есть, я бы вот так вот ответил на это. Потому что все вот оттуда, правильно, неправильно, как ты поступаешь, это все равно... Поступил неправильно, тебе стало плохо. Поступил там хорошо, сообразно с тем, что чувствует твоя душа. То есть, вы руководствуетесь своей совестью? Ну, не знаю, совесть... Такое замыленное слово, как бы, наверное. Назовите по-другому. Как? Сердце, да, совесть, душа, наверное. Ну, вот это такое. Не знаю. О душе мы сегодня с вами тоже немножко поговорим. И еще у меня есть к вам такой вопросик. Вы постоянно развиваетесь, постоянно совершенствуетесь, как музыкальная группа. А есть у вас некий потолок? Вот ставите вы его себе? Вот что вот вы максимально хотели бы развить в вашей деятельности и в вашем творчестве? Думали вы когда-нибудь об этом? Нет, ну, о потолке точно не думали. Это в потолок. Вот и вся. Да, это в потолок. Нет, ну, это... Нет предела совершенства. Мы двигаемся куда-то. Мы вот с каждым там прошедшим... Как ушедшим годом оглядываемся назад и видим, что мы в профессиональном смысле стали еще лучше. И, так сказать, не знаю, когда он там потолок будет. Да не будет, наверное, не потолок. Если вам не нравится слово «потолок», я могу заменить это слово «целью». Вот есть какая-то у вас дальнейшая цель? Хорошая, высокая, такая максимальная цель? Максимальная цель, да. У нас есть цель, как можно больше зрителей, слушателей. Расширять аудиторию. Расширять аудиторию, да. Чем больше, тем лучше. Вот, наверное, вот... Чем больше зрителей, тем больше нам будет возможности опять заниматься только, скажем, музыкой. Только музыкой, да. Как бы не отвлекаться на какие-то там... Большим людям доносить там то, то, о чем мы думаем, то, что мы чувствуем. Вот, наверное, вот такая цель. Такой потолок. А за счет чего может увеличиться количество слушателей? Вот я как не профессионал, допустим, я этого не знаю. Это как? Это основной упор на рекламу или на что делается, чтобы увеличить? Это много денег нужно, если... Быстро. Если быстро, да. А если как бы не быстро... А если продукт хороший, в принципе, он сам себя продаст, как говорится, но на это, к сожалению, нужно время. Нужно время, да. Ну, просто достигается какой-то момент, как мне кажется, когда не замечать тебя уже невозможно. Ну, то есть... Девооцения, куда тебе дают тогда возможности и эфиров, и... У тебя появляется больше аудитории. Люди, например, слушают то, что твою песню, там, условно говоря, да, ух ты, пересылают друг другу. Потому что если это настоящее... Проверяется на одной радиоцентре, потом себе на другой, и они как бы все это... Да, когда это не настоящее, там вложил деньги, ну, то есть и все, оно везде. То есть, как я поняла, вы хотите много денег и постоянно повышать качество вашего продукта. И что бы это было вместе? Много денег было бы неплохо, но думаю, что это не сама цель. То есть, я говорю, для нас главнее аудитория, чтобы была большая аудитория. Причем, если вот взять, если так вложить много денег, то опять же появятся такие слушатели, которые опять же ненастоящие. Ну, да, да. Которые как бы, о, разручка группы, пойду-ка я на них ходить. А вот то, что про что поют, а я не знаю, но мне нравится, они там... Да, то есть мы дорожим каждому слушателю. Поэтому лучше... Это наш слушатель, понимаете? Ну, чаще всего зрители видят в основном продукт вашего творчества, ваши песни. Но я думаю, им было бы очень интересно узнать также, как вы проводите ваши обычные дни. Какие у вас приоритеты, допустим, в жизни? Ну, я думаю, не секрет, что помимо физического тела у нас есть также и душа. Я говорила, что сегодня мы о ней тоже поговорим. Ну, наконец. Вы как раз ее затронули. И я хотела бы у вас спросить, вот как вы вообще уделяете время своей душе? И уделяете ли? Я думаю, что вот это наше творчество и есть наш... Как сказать? Наш портал вот этот, в котором наша душа развивается, совершенствуется и так далее. Вот так далее. Ну, все равно, от музыки отдыхаешься, я вот люблю очень читать. Поэтому я вот, когда, если не заниматься творчеством, не слушать музыку, то я обязательно читаю. То есть вот прям... Согласен, я тоже люблю читать. То есть творчество свое вы приравниваете не к работе, а к какой-то духовной деятельности? Да, конечно. Где выражается ваша душа? Конечно. Слово «работа» плохое, вообще так бывает. Слово «работа». Да, да, да. Работа – это почему-то сразу нелюбимая работа, да? Представляется. Работа нет, работа... Нет, хотя мы работаем, конечно. То есть мы оттачиваем каждую, чтобы там каждая музыкальная фраза, каждая там текстовая мысль была наиболее точная, как нам кажется. То есть мы, конечно, это работа. Но и в то же время это не работа. Это что-то другое. А вы как-то еще одухотворяете свою жизнь, чтобы вот как-то за рутиной, может быть, не потерять что-то самое главное? Так, хорошего. Хорошего, но как-то у меня самое главное не теряется. Как-то самое главное. Все равно, то есть... Мы как раз и занимаемся самым главным. То, что как бы... А что для вас самое главное в жизни? Самое главное в жизни... Чтобы близкие были здоровы, не болели. Да, это само собой. Наверное, вот это ощущение гармонии. Вот это самое главное. Чего с чем? Гармонии себя и окружающего мира. Наверное, вот так вот. Восприятие. Мне нравится, я занимался такими медитациями. там, задаешь себе вопрос, кто тот, кто сейчас вот слушает твоими ушами, смотрит твоими глазами, говорит твоими глазами. В этот момент наступает какое-то такое просветление, не просветление, какое-то вот это вот ощущение. Вот это мне, мне кажется, для меня лично самым главным, как бы, чтобы как можно чаще вот это состояние ощущать. И тогда оно позволяет, появляется какой-то источник для дальнейшего творчества. Спасибо, вам интересно, вы поделились. Я хотела бы задать вам еще такой вопрос. На вашем сайте есть такой девиз. Никаких комментариев «Я потряс мир, ребята, потряс мир». Вот к чему он относится, чем вы потрясли мир? Расскажите, пожалуйста. Это цитата тоже из вот этого сериала в одном из миров. Мистер Бенниш как раз там не было ядерного оружия и на Землю летит метеорит и скоро конец Земли. По всем новостям отчитываются, там осталось столько-то времени, люди там, кто чем занимается, кто бьет витрины, там растаскивает это, кто-то там наоборот молится, кто-то там, ну, в общем, идет такой процесс. Вы про себя написали эту цитату или вы просто ее из фильма? Там есть момент, когда в итоге, в общем, благодаря вот этому Мистер Беннишу, этот метеорит на подлете к Земле, они сбили, то есть человечество как бы осталось живым. И он выходит из здания, там корреспонденты все, и он делает такой, никаких комментариев я, я потряс мир, ребята, потряс мир. Ну, как-то так это и смешно, и хорошо. То есть к вам это не имеет отношения? Какая частица, как раз вот в это про нас, это что-то в этом есть. Есть, да. А сколько это получается, уже опять судить с зрителем, слушателем и нашим поклонникам. Спасибо вам большое за такую замечательную беседу. Я думаю, зрители потом будут иметь возможность послушать на нашем сайте ваши песни. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу, и я напоминаю вам, что у нас в студии была интересная и талантливая группа Мистер Бенниш. Если вы захотите посмотреть эту или другие передачи, вы можете набирать в интернете наш сайт balansdefistv.ru или искать нас на наших страничках в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Ру представляют Уникальный интернет-проект Тысячелетия Приключенческий роман на документальной основе В поисках бессмертия Два друга отправляются в Гималайи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы Йоги и ведьмы Мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе и еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествии на сайте в поисках бессмертия точка ру Бессмертия